Мороз и солнце С дыхами Александра Сергеевича Пушкина хотелось бы начать репортаж, ведь ноябрь уже подарил нам все то, о чем говорил поэт две сотни лет тому назад. И если бы он видел матч Союза и Кастилию, то по-любому добавил пару строк и прогорное дерби. Команды сходу задали быстрый темп игры с обилием опасных моментов, но вратари действовали на последнем рубеже безошибочно и пресекали все атаки. Герой! Герой, гоня! Герой отличился Лагвин, но все-таки первый тайм остался за игроками Союза. Забил очередной гол неугомонный Пиндеев, который как яростный хищник караулит ошибки вратарей. С минимальным перевесом команды удалились на перерыв. Во втором же тайме Кастилию прорвало, и мячи в течение одной минуты залетали в ворота синих. Сначала все тот же Лагвин оказался расторопнее всех на добивании, а следом и Калмыков сыграл на опережение и вернул Кастилию лидирующей позиции. У Союза было много времени, чтобы сравнять счет. Даже приловчились играть на заснеженной поляне, да так, что пятки сверкали от скоростей команд. Удары по воротам Кастилии с каждым разом становились все опаснее и опаснее. Но на последнем рубеже был спокоен Константин Шетихин, который раз за разом спасал свою команду, что и привело к тому, что счет остался неизменным. 3-2 победа Кастилии, который продолжает возглавлять турнирную таблицу. Это уже третий матч, когда мы ведем в счете и проигрываем игру. Я не знаю, что происходит с командой, я не знаю, почему так получается. Просто Кастилии сегодня нас переиграло, они за минуту забили нам два гола, это повлияло на их победу. Собрались пацаны вовремя, волевая победа, молодцы, с победой. Да, сегодня не было футбола, просто потыркать мяч пришли. Невозможно играть на снегу, тем более в бутсах нельзя, там сороконожки тоже не выдерживают. В итоге, кто быстрее приспособился, ну кому, наверное, даже повезло больше, что ты выиграл сегодня. Горное дерби удалось на славу, обилие голевых моментов, игра до последних минут. Все это уместилось в сорок минут игрового времени. Это невероятно. Как и всегда, матч уровня топ. А закончить репортаж хотелось бы также стихом великого поэта. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня. И навестим поля пустые, леса недавно столь густые. И берег милый для меня. Конечно же, берег милый для меня это поля СФЛ, где вас всегда ждет невероятная атмосфера и накал страстей. Сергей Бутин, Марина Костюк. Специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. Субтитры сделал DimaTorzok